Телеканал Самара Гис отметил 15-летие. Мы подошли к этой дате с результатами, которыми можно гордиться. Ежедневно в эфире нашего телеканала все главные новости Самары. Актуальные события и судьбоносные решения, эксклюзивные интервью, комментарии экспертов, прямые включения и трансляции самых ярких моментов из жизни большого города. Мы одними из первых информируем жителей о том, что происходит в областной столице. При этом зрители видят только вершину айсберга. Работа большинства наших сотрудников всегда остается за кадром. Поэтому мы запустили серию программ, которые так и называются «За кадром», чтобы рассказать вам о том, о чем обычно узнают только наши близкие. У меня в гостях наш уникальный сотрудник Марина Штыкова, HR-специалист. Марина работает на нашем телеканале со дня его основания. Марина, здравствуй. Привет. Я не ошиблась, со дня основания или все-таки попозже ты пришла на телеканал? Да, там попозже, с 2009 года. То есть я увидела вакансию, и мне показалось это очень интересным поработать на телекомпании. Я откликнулась на нее, и меня взяли. Таким образом я и оказалась здесь. Я-то вот не застала этот период. Каким был тогда телеканал Самаргиз? Во-первых, когда я пришла на телеканал, наши офисы были разделены. И вот сложность была именно в том, что я сидела в одном офисе, в административном, а вся творческая команда, с которой мне приходится работать, она находилась в другом здании. Поэтому взаимоотношение, общение со всеми сотрудниками, оно так немножечко было дистанционно. И из-за этого, конечно, иногда возникали какие-то проблемы. Я не всегда узнавала вовремя, может быть, кто-то заболел, или кого-то нет, или какие-то возникли проблемы. А сейчас, конечно, когда мы вернулись, спустя столько лет, наконец, у нас новое красивое помещение, эти проблемы ушли, и сотрудники всегда знают, что я рядом. Ну да, это здорово. Наверное, вообще очень приятно наблюдать за развитием, в данном случае телеканала, так же, как вот когда растет ребенок, интересно наблюдать. И ты видишь, с чего все это начиналось, что-то было, может быть, там не совсем гладкое, по рельсам не шло, а теперь? Ну, конечно, да. То есть, во-первых, и сотрудники, они росли. То есть, приходили молодые, а сейчас это такие специалисты, которые ведут собственные проекты. И всегда было приятно наблюдать за их ростом. И ты понимаешь, что их рост, он тоже связан и с моей работой. Потому что творческий человек, он же, когда что-то творит, создает, у него муза, ему нужна поддержка. А HR-специалисты – это как раз тот человек, который должен вовремя подойти, поговорить, где-то, может быть, подбодрить. И это очень важно. И, соответственно, и рост, если посмотреть, например, даже на наше помещение. То есть, когда мы были в разных офисах, мы как-то были разделены. Ну, то есть, вот как-то вот команда такая, вот, знаете, тут половиночка, там половиночка. А сейчас мы, наоборот, все вместе. И это очень важно. Важно для коллектива, для роста, для работы. Тогда все ощущают друг друга. Ну, тебе, наверное, более беспокойно стало работать. Одно дело, когда ты контролируешь там какой-то узкий круг лиц, и мы там были как-то на расстоянии. Ну, что-то происходило, что-то не происходило, не всегда до тебя доходила эта информация. А теперь все наши бурные страсти творческих людей, вот как на ладони. Ну, конечно, да. То есть, тогда, например, бывали же разные случаи. Вообще, работа HR, да, кадровое дело производства, это же документы. Это я должна вас отправить в отпуск, например, перевести на новую должность. Какие-то соглашения, изменения, если в организации идут. И тогда это происходило, то есть я делаю документы, я вас вызываю, это вот процесс ожидания. Вы же все время в работе, в проекты, и прям выцепляешь сотрудника. Сейчас все рядышком, во-первых. Сотрудник в любой момент может ко мне подойти, со мной поговорить, обсудить какие-то вопросы. Плюс, конечно же, плюс для меня. Я документы могу быстро оформить и сдать их в архив. Но случаи, естественно, конечно, бывали разные. Да, все-таки люди творческие имеют определенные особенности. Вот это вот перчинка. Как никто знаешь это. Например, у нас был сотрудник, который ушел в отпуск, не сказав никому. Ну, то есть человека нет на работе. И тут мне сообщают. Марина, ты знаешь, у нас вот сотрудника нет. Мы такие, ну, может быть, заболел, сейчас узнаем. Это же всегда волнительно, потому что вдруг действительно что-то случилось. Я набираю человека, а он мне говорит, а я в отпуске? И, кстати, а где мои отпускные? И, естественно, я начала беспокоиться за себя. Как это так? Я что, я забыла? Я его отправила в отпуск и забыла об этом. А бухгалтерия не отправила отпускные? Это невозможно. Начали выяснять, и, конечно же, человек такой, а я написал заявление. Как это его не обработали? Заявление затерялось, к сожалению, в кабинетах главного режиссера. Мы его нашли, конечно же, все оформили, потому что человек уже был в отпуске. Ну, как его возвращать? Пошли навстречу. Ну, и еще у нас был случай, когда у нас человек решил покорить один, да? Он отправился самостоятельно на Самарскую луку, решил покорить. Никого не взял с собой, телефон он же не взял с собой. Да, это самое страшное для HR-специалиста. Представляете, сотрудник, все, он не отвечает, его нет, он не вышел из отпуска. То есть мы, конечно же, поняли, вошли в его положение. Он не вернулся в понедельник, полный творческие ресурсы. А это очень важно. Для творческого человека он может работать, гореть, а потом раз, и нужно подпитать. Он такие, конечно, хорошо, сходи на выходные. И ладно, он предупредил, что я пойду в Жигулевские горы. И мы знали, хотя бы территориально, где он находится. Но он пошел один, мобильник специально не взял с собой, чтобы у него была такая передогрузка. И потерялся. И потерялся. И что, конечно же, мы подняли всех специалистов, органы все, которые занимаются поиском людей, чтобы нам нашли нашего сотрудника, нашего очень важного кадра. Но это вообще страшно, конечно, для HR-специалиста и работы. Это всегда очень волнительно, потому что каждый наш сотрудник – это важный человек, важный винтик в нашей команде. Ну и я помню, как он ни в чем не бывал, а к вечеру понедельника пришел и говорит, что-то я не понял, почему вы написали уже заявление в милицию, меня тут все ищут, разыскивают. И ведь мы даже его встречали хлопой в ладоши, потому что мы все переживали. Все переживали, потому что, да, мы такая большая команда, и каждый сотрудник – это наша часть. Ну вот получается, что работа-то у тебя такая волнительная, нужно как-то восстанавливать тебе же и самой ресурсы, не только думать о других, но и подумать о себе. И я думаю, что, наверное, поэтому ты занимаешься спортом. Да, потому что, во-первых, HR-специалист – это ведь работа с людьми. Это каждый день какие-то диалоги, переживания, обсуждения. И для специалиста, для человека, да, очень специалистно восполнять свои вот эти ресурсы. Для меня это оказался спорт. А расскажи, каким спортом ты занимаешься? Да, там я отдыхаю. Вообще, я влюбился, я никогда не думала, что я смогу влюбиться в такой спорт, но это кроссфит. Все говорят, что, да ты что, как ты можешь заниматься этим спортом, там же готовят спецназ. Да, там, конечно, есть тяжелые направления, то есть мы занимаемся с весами очень тяжелыми, но, естественно, все масштабируется. То есть под каждого спортсмена тренер всегда подбирает свое. Так, как ты на бодибилдершу-то и не очень похожа. Нет, я не собираюсь, я это работаю. Такая изящная, и тут с весами она работает. Самое главное это для себя, что я отдыхаю в это время, я отключаюсь от работы, от рабочего дня, который у меня прошел. И с утра я опять готова работать с вами, общаться, помогать вас, поддерживать вас, какие-то совершать новые вещи. А как давно ты стала заниматься кроссфитом? Ой, это вообще, я, наверное, уже лет 5-6 занимаюсь. И как часто? Сколько раз в неделю? Одно время занималась достаточно часто, где-то 3 раза в неделю. И мне почему-то казалось, что я хочу брать там очень большие веса, я смогу. Нет, я понимаю, что я смогу, и это все равно для меня такая, ну, не то чтобы прям цель номер один сейчас. Но я немножко сбавила обороты, потому что все-таки организм мне сказал, нет, давай-ка вот потихонечку, полигонечку и в своем темпе. Вообще, я считаю, что спортом, конечно, необходимо заниматься каждому человеку. Ну, это по настроению и по душевному состоянию. То есть нужно найти свое. И почему? Потому что в наше такое нестабильное время это помогает немножечко вот снизить вот этот градус стресса и окунуться в свою работу. Но, тем не менее, ты ставишь перед собой какие-то цели? Или все-таки это чисто эмоциональная разгрузка? Или все-таки ты думаешь, так, до сих пор цели сохранились, там, взять такие-то веса, там, столько-то раз, там, я не знаю, какие-то упражнения выполнить, там, большее количество раз нарастить? Да, цели эти все равно остаются. И я даже вот могу провести параллель, что когда ты в своем хобби, да, в каких-то своих увлечениях ставишь цели, эти же вещи помогают тебе и в работе. То есть ты здесь не сдаешься и, соответственно, и они очень хорошо уложатся на свою должностную работу. Там ты тоже можешь благодаря, так сказать, вот такому планированию достигать целей в работе. Ну и сейчас какие твои рекорды на сегодняшний день по кроссфиту? Ну вот становую тягу я беру 60 килограмм. Ну я понимаю, что это ужасно много. Самое главное для меня, даже вообще, в принципе, да, вес это хорошо, это такая, знаете, задачка со звездочкой, но, наверное, самое главное, это работать с собственным весом. То есть подтягиваться, отжиматься, потому что это всегда тяжелее, ты здесь вес не сможешь уменьшить, ты работаешь с тем, что есть. И вот для меня такое достижение стало, я научилась подтягиваться вообще без резиночек. То есть там два раза, но вот я смогла это сделать. И это, я считаю, вообще круто. Ну я знаю, что у тебя есть еще одна отдушина, не только спортивное направление, но и интеллектуальное, да, ты любишь с близкими подружками твоими, знаю, у вас такая классная, веселая компания, красивых девчонок, ходить и вот разгадывать там такие, скажем так, задачи, что-то вроде, что, где, когда, да. Это же тоже находит какой-то отклик в твоей душе. Вот здесь ты как реализовываешься? Это больше такая, знаешь, работа для твоего ума. То есть логически какие-то вопросы, ребусы заставляет мозг тоже немножко перенастраиваться, перегружаться и работать в новом формате. Это, во-первых, встреча с друзьями. Это ты учишься чему-то новому, новая информация. Работа в команде. Это очень тоже важно для каждого из нас, понимать, да, что значит работать в команде. И опять же эти навыки я всегда с радостью перекладываю в свою работу, то есть опять же доношу, да, до наших сотрудников, как важно работать в команде, что каждый наш сотрудник – это очень важная часть. И все зависит, наш итоговый, да, результат нашей работы зависит от каждого из нас. Поэтому вот эти все составляющие, спорты, интеллектуальные игры, да даже вот прогулки по лесу, это все помогает потом в работе правильно ее распределить и работать с сотрудниками. Ну и давай немножко посплетничаем. Все-таки тебе есть с чем сравнить, и вот те сотрудники, те корреспонденты, журналисты, которые приходили, допустим, там 10 лет назад, отличались ли они от тех, что приходят сейчас? Вот все-таки поколение как-то меняется. Какие-то новые качества, может быть, у молодых людей сейчас появляются, которых не было раньше? Да, конечно. Сейчас, во-первых, вот это новое качество – это работа с большим потоком информации. Это же телефоны, это интернет. Если раньше, например, 10 лет, там 13 лет назад, да, вот 13 лет я работаю на телеканале, это постепенно входило в нашу жизнь и в работу журналистов, то сейчас это прям уже такой основной пункт в работе, потому что теперь на съемках нужно снимать там на телефоне, да, ты можешь быстро среагировать на какую-то ситуацию, если тут журналист оказался, например, что тут пожар какой-то. Не нужно ждать телеоператора, ты можешь быстро что-то заснять. И сейчас вот эти навыки, они очень становятся очень важными. И молодое поколение их очень быстро схватывает и развивает, и это очень круто. То есть они быстро реагируют на ситуации, быстро могут отписать новость с места событий, и тут же о ней рассказать и ее показать. Это очень круто. Да, не только подготовить для телеканала новость, но еще и для сайта. И фотографии сделать информацию. Ну и тебе же тоже приходится учиться в этом же ключе, да. Я думаю, что сейчас все настолько не стоит на месте, что неважно, какой профессией, какой работой занимается человек, приходится осваивать какие-то новые навыки. Что это, ты курсы какие-то проходишь или как-то сама учишься? Да, вот вообще самой стало интересно, то есть когда я окунулась в мир СМИ, мне тоже стало интересно, то есть я там где-то научилась монтировать ролики какие-то. Да, 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 ты классный рилсон записываешь. Да, рилсон, все лето я любовалась, как ты там бежишь то по полю, то с какими-то цветами, то в окошках, то ягодами. То есть я тоже, это помогает понять работу журналиста, телеоператора, монтажера. Социальные сети, они развивают в нас тоже писать тексты, уметь понимать, о чем ты пишешь, что ты хочешь донести до человека. И это очень круто. И самое главное, мне очень интересно в работе СМИ, это многозадачность. Потому что здесь тебя могут привлечь, например, найти какую-то локацию. Или найти там помочь какого-то интересного собеседника для интервью. И вот это вот осознание, что ты прикоснулся к этому миру, тоже заряжает просто потрясающей энергией. Ну что там далеко ходить, ты же и сама неоднократно становилась героиней наших сюжетов. Иногда, когда нужно срочно что-то снять, и вот как раз Марина идеальный вариант. Я очень рада помочь, потому что здесь не только документы, бумажки, не только подумать о том, что вот нужно кого-то отправить в отпуск, перевести, или проконтролировать работу, да, пришел ли вовремя человек. А побыть еще частью вот ваших сюжетов, посмотреть на себя со стороны, посмотреть, как вот, как это вообще сниматься в сюжете. Потому что это тоже, знаете, целая такая интересная работа, когда телеоператор там так, ты должна стать вот так, вот повернуться вот так вот. Когда журналист тебе рассказывает, о чем будет, и в каком ключе лучше рассказывать это, чтобы действительно сюжет был крутой. Марина, ну я тебе желаю, конечно, адекватных сотрудников. Спасибо. Чтобы у них поменьше было нервных срывов, каких-то внутренних метаний, побольше позитива и оптимизма, с которым бы они и с тобой тоже делились. Спасибо большое. Ну а это была программа «За кадром». Мы прощаемся. Всего вам доброго и до встречи. Jesus. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова